Я житель дома 15, улица Октябрьская, города Кимовска. Хочу рассказать о проблемах нашего дома. Дело в том, что первая большая наша проблема – это наши колодцы. Вот наш колодец, вот мое окно. Все жители нашего дома страдают от этой проблемы. Поле 10 лет наши колодцы стоят на потопе. И все, что находится в колодце, идут к нам в квартиру. Особенно ко мне, так как у меня квартира ниже. В моей квартире живет несовершеннолетний ребенок. И дело в том, что я часто выгребаю фекалии. Извините, конечно, за такое выражение, но это правда. Я пригласила сюда губернатора. Это было приблизительно года два тому назад. Все ему это объяснило. Губернатор еще Фролову дал указание все исправить. Но, к нашему удивлению, у нас тоже куча документов есть, где везде нам все отказывают. Захаров, который вместо Фролова сейчас, изначально, когда он заступил в власти, мы его пригласили. Он пришел, он сказал, все исправим. В 2019 году мы сделаем смету, в 2020 мы все переделаем. Для этого, как нам было сказано, нужно было 300 рублей. Они здесь вымеряли, все, очень много присутствовало людей. Но, однако, в разговоре с Погореловой Натальей, она открытым текстом мне сказала, что колодец нам никто перекладывать не будет, что так и будет. Что нас в последнее время, ну, зимний период, нас не топит. Да, это правда, нас в последнее время, зимний период, нас не топили. Я вызывала один раз машину, потому что вода пошла унитазом. Это первая, первая большая наша проблема. Хотелось бы, чтобы ее устранили. Вторая проблема наша, это наш дом. Нам сделали тротуар, нам сделали тротуар, ну, как вы видите, тротуар выше подхода к подъезду. И поэтому, когда шли дожди и таял снег, у нас там вот так вот было воды. У нас даже в подъезде лежит досточка, потому что дети, вот мне, например, приходилось внука переносить на руках, потому что он бы, если бы наступил, он бы набрал в ботинки воды. Сейчас никто ничего не может сделать. Хотя, когда ребята рыли здесь канаву эту для асфальта, значит, все мужчины, которые в нашем доме, им говорили, ребята, пониже делайте. Было сделано так, никто на нас не обратил внимания. Теперь, казалось бы, сделано доброе дело, а нам плохо. Мы чем-то недовольны. А мы недовольны тем, что вода идет в подъезд. Это не есть хорошо. Вторая проблема, это капитальный ремонт, за который мы платим деньги. Посмотрите внимательно, какой капитальный ремонт. Все потрескалось. Хотя нам вот это все переделывали дважды. Изначально было сделано, потом по просьбе губернатора было сделано второй раз. Посмотрите внимательно. Вот со стороны моей квартиры тоже, видите как, тоже это капитальный ремонт. Значит, вот эти кустики и вот это все, это сделано моими руками за свой счет. Потому что Белый дом мне привез вот такие тоненькие пять веточек сирени. Это назывался так кустарник. Естественно, я этот кустарник не посадила, потому что сирень, она растет деревом, закрывает солнце и никто этот кустарник бы не обрезал. Пришлось мне за свои деньги покупать кусты и обгораживать вот это, делать такую красоту. Ну красота красотой, но тут еще дети катаются и на велосипеде пожилые ходят. Но я посчитала, что так будет безопаснее. Вот нам поставили фонарь вот на этом столбе. Мы прожили целую зиму. Он не горел. Также Погорелого сказала, нужно купить кабель. Я не знаю, купили они или нет, но фонарь до сих пор не работает. Он просто, просто висит. Мы пришли к такому выводу, что мы за все плоти стараемся как-то наводить красоту, чтобы было удобно, уютно и пенсионерам, и детям, и жителям нашего дома. А в результате нас постоянно обманывают, перед нами постоянно закрывают двери. Люди добрые, ну сколько же мы будем вот так жить? Кто же на нас все-таки обратить внимание? Погорелого обещала, свет, света нету. Сделали асфальт, вроде бы сделали хорошо людям. Вода. Куда стучать? Куда звонить? Кому обращаться? Обратите на нас внимание. Исправьте свои погрешности, пожалуйста.